Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас третья встреча, и как мы обещали в прошлый раз, мы сегодня с вами углубимся в тексты Священного Писания и поговорим с вами о состоянии человека, о том, о природе человека. В гостях у нас Рауф и Сергей. Я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наша тема очень интересная и актуальная. Мы поговорим о состоянии человека, потому что апостол Павел именно с этого и начинает свое послание. На прошлой встрече мы говорили о тематике послания, и мы определили, что на протяжении первых семи глав Павел говорит о праведности, то есть о состоянии человека и о выходе, как человеку выйти из этого состояния. И вот поэтому мы с вами начнем именно вот состояние человека. Как апостол Павел в послании к римлянам описывает состояние человека? Я предлагаю вам открыть третью главу и прочитать 23 текст. Пожалуйста. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И вот самый первый вопрос, который я хочу вам задать. Как вы определяете, что есть грех? Это, наверное, все то, что противоречит воле Божьей. Вот так я для себя это понимаю. То, что противоречит воле Божьей, это и есть грех. То, что противоречит воле Божьей, это и есть грех. Спасибо, Рауф. В мое представление, Господь нам открывает свою истину в Священописании. И открывая эту истину, Господь нам предлагает сделать выбор. И когда мы умышленно делаем выбор, который противоречит воле Божьей, мы совершаем грех. Грех может быть и физическое действие, но это может быть не только поступок, но и мысль. И всякий раз, когда мы вступаем в противоречие с Божьей волей, мы совершаем грех. Это умышленное действие. Это мысль против... Его закона. Но сможете ли вы привести практические примеры? Вот как определить, вот это грех, а вот это не грех? Безусловно, можно. Господь говорит, интересно, когда ученики обращаются к Иисусу Христу, и они определяют, допустим, сколько раз можно обращать человека, задают вопрос. То есть в их понимании праведность имеет определенные пределы. И выше этих пределов человека праведность уже иссякает. Господь говорит, что то же самое и в отношении греха. Что значит посмотреть, допустим, вот такой пример. Мы часто говорим, что если вот человек едет в машине, и его кто-то подрезает, то есть делает какой-то маневр. Ему это непозволительно, он это грех совершает. Но когда мы сами это совершаем, для нас это нормально. То есть в нашем понимании, что нам позволительно, для других это грех. Понятно. То есть я так понял, грех сводится к определенным действиям, которые противоречат воле Божьей. И мыслям тоже. И мыслям тоже. Но тогда я задам вам иной вопрос. Вот сейчас мы с вами сидим, изучаем священное Писание. В течение 30 минут, 35 минут мы говорим с вами о Боге, мы изучаем с вами Библию. Можем ли мы сказать, что в течение этих 30 минут мы с вами безгрешны? Интересно, мы только что прошли памятный текст. Павел в другом месте говорит, что мы не просто согрешили, лишены славы Божьей, мы рождены во грехе. И только Господь Бог... Люди часто обманываются, приписывая себе возможность избавиться, стать святыми, безгрешными своими собственными усилиями. И поэтому только Господь, если Господь присутствует в нашей жизни, Он наделает нас безгрешными. Сами по себе мы этого не можем. То есть, я правильно понял, вот в течение этих 30 минут, можно ли сказать, что мы с вами имеем статус безгрешного человека? Изучая священное Писание и общаясь, разговаривая о Боге. Знаете, я обещаюсь. Знаете, да можно так даже расширить, в течение 8 часов ночи, когда я сплю и кому не могу. Можно ли считать? Никому не могу причинить никакого зла, никакого вреда. Но я бы, наверное, так все-таки не разделял это. То есть, допустим, я ночью, я днем и так далее и тому подобное. Я, более того, я считаю, что это понятие гораздо более широкое, чем то, что нам дает даже Библия, не говоря уже про заповедь. Я накричал на своего ребенка. Я накричал на своего ребенка. И Бог через мою совесть начинает меня обличать. Хорошо, я вас перебью. Вот вы накричали, вы совершили действие. Сейчас мы ни на кого не кричим. Мы изучаем Священное Писание. Можем ли мы сказать, что в течение 30 минут, когда мы исключительно читаем Писание, никого не обижаем, не оскорбляем, мы безгрешны? Ну, нельзя так сказать. Человек, который что-то совершил, допустим, он украл это три часа назад, а сейчас он опять-таки спит сном младенца. А если я не крал три часа назад? Это не будет означать, что он, ну, вы не крали три часа назад, а я, допустим, три часа назад накричал на свою дочь. Я понял, я понял. Нельзя разделить. Мы грех сводим к определенным действиям. Грех – это состояние человека. Это состояние, в том числе, неверия, недоверия Богу. Когда я ему не доверяю, я поступаю не по воле Бога. Но мы разве не доверяем сейчас Богу? А можно вопрос? Пожалуйста. В течение 30 минут какую цель мы перед тобой сами изучаем Священное Писание? Нет, у меня другой вопрос. Я хочу показать, что означает грех. Если мы грех сводим к делам, сходим к поступкам или делам, даже если к мыслям, то в течение вот этого времени, или как заметил Сергей, ночное время. А если я по-другому поставлю вопрос? Если в течение 30 минут мы хотим выставить, я хочу выставить свою мудрость и показать, насколько я глубоко знаю Священное Писание, насколько моя жизнь соответствует этому Священному Писанию, я буду в этом грешить. Господь говорит, что идите, пьете иное, что делать, делайте во славу Божию себе во спасение. Если мы этого придерживаемся, мы не грешим. Я понял, я понял. Но ход моих мыслей следующий, что очень часто люди определяют грех, как определенный поступок. Вот он украл, тот прелюбодействовал, третий солгал. И вот мы говорим, вот этот человек согрешал. На самом ли деле грех – это не поступок. Грех – это состояние. А поступок ты совершаешь потому, что ты по своей природе, по своему статуту, ты греховен. Вот ты грешный человек, поэтому ты это и делаешь. Давайте, когда мы изучаем с вами о грехе, обычно какую книгу мы с вами открываем? Вопрос о грехе. Одной раз за рождение греха. Бытие. Обычно мы открываем бытие третью главу. Да, за рождение греха. Но на самом деле нам надо начать с Эзекииля, 28 главы. Потому что грех зародился где? Не на земле, а грех зародился на небе. Я предлагаю вам открыть 28 главу книги пророка Эзекииля. Давайте прочитаем, что есть грех. Вы понимаете, что 28 глава книги пророка Эзекииля – это пророчество о царитирском. Но внезапно там появляется кто в этом пророчестве? Там появляется осенеющий хирургим, который олицетворяет практически кого? Сатану. И как мы узнаем, какие части относятся к царю тирскому, какие относятся к дьяволу? Очень просто, потому что в оригинале местоимение «ты», когда говорится о царе, стоит в мужском роде, когда говорится о сатане, стоит в женском роде. Это не означает, что сатана женского рода, но это означает переход плавный от царя земного фактически к дьяволу. Теперь давайте прочитаем несколько интересных стихов. 15 текст, 28 глава. Прочитай. «Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Ага, значит, первое, самое, здесь отмечается, доколе не нашлось тебе беззакония. Когда мы читаем в оригинале, в еврейской Библии, вместо беззакония здесь стоит неправда. То есть, самое первое, то, что мы обнаруживаем, это связано с неправдой. Следующий текст мы читаем. 16 текст. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой». Внутреннее твое исполнилось чего? Неправдой. Неправдой. Опять в оригинале здесь читается как жестокость. Значит, у нас две составляющие. «Это неправда, это жестокость». И 16 текст. Продолжай. «И ты согрешил». «Ты что сделал?» «Согрешил». «Согрешил». То есть, что такое грех? Грех – это совокупность фактически чего? Неправдой и жестокость. Вот когда есть неправда, когда есть жестокость, говорит, вот когда это в тебе зародилось, ты согрешил. По сути, какой поступок он сделал? Никакой. Но грех уже начался. Но грех что такое? Грех – это совокупность неправдой, совокупность жестокости. Теперь давайте посмотрим. Самый первый вопрос, который сатана поднял на небе в адрес Бога, какой был? Что Бог несправедлив. Согласны? Да. То есть, неправда. Вот то, что Бог делает, то, что Бог советует, то, что Бог рекомендует, это не совсем соответствует истине. Если это не соответствует истине, значит, Бог каков? Жестокий. Жестокий. Бог жестокий. То есть, искажается представление о чем? О Боге. О Боге. Вот это и есть в Библии что? Грех. То есть, грех начинается с чего? Когда ты сомневаешься Божьей справедливости, Божьей правде и представляешь его уже не в том свете, в каком он есть. Это, по сути, Священное Писание определяет как грех. А дальше уже что? Дальше уже читаем. Шестнадцатый текст. Продолжим. И я... Я не... Я не извергнул тебя, как нечистого. Как нечистого. Звали Божьи. Извергнул тебя. Я извергнул тебя, не извергнул тебя, как нечистого. То есть, природа уже, что его? Какая? Она была святая, а теперь осквернилась. Вы заметите, он еще ничего не сделал. Он просто исказил свое понимание, свое представление о Боге. Вот это Священное Писание называет грехом. Но он изменил свое состояние. У нее было состояние непорочное, чистое. Состояние начало изменяться, и потом последствия, это действие. А последствия, восемнадцатый текст, множество беззаконий твоих. А вот эти беззакония уже, в восемнадцатом тексте, это вот те дела, о которых мы с вами говорим. Потому что дела – это видимое проявление греха. Мне вот по этому поводу один вопрос. Есть очень много людей, которые благородным поступают. Они живут праведной жизнью. Но это их внешнее состояние. А то, что происходит в их сердце, то, что происходит в их разуме, наверное, может быть, та похоть или тот грех, который в них живет, не дает им полностью подчиниться воле Божией. То есть мы говорим о грехе не как о поступках. Грех – это состояние человека. Это искаженное представление о Боге. Вот это и есть грех. Когда ты, человек, неправильно уже представляет естество, природу Бога. И по природе все мы фактически с вами грешники. Потому что никто из нас не знает Бога так, каков Он есть на самом деле. Помните, как пишет апостол Павел? Сейчас мы смолим сквозь ту стекло. Гадательно. И поэтому, возвращаясь фактически к кремлянам, 3 глава, 23 текст, после того, как мы определили, что есть грех, апостол Павел пишет, что все согрешили. То есть без единого исключения. И лишены славы Божьей. Прежде чем мы коснемся с вами славы Божьей, давайте вот посмотрим, как этот же грех, который начался на небесах, точно по такой же схеме, он начертен фактически в книге Бытие. Вот с чего согрешила Ева. Давайте откроем 3 главу. Вот первый текст. Я прочитаю. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог». И теперь смотрите внимательно. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог». Самый первый шаг. Какой был? Сомнение. Посеется. Неправда, да? Неправда. То есть подлинно ли сказал Бог, это уже... А правда ли сказал Бог? То есть уже сеется какое сомнение, что справедлив ли Бог, когда нечто такое сказал? Или достаточно ли он искренен? Достаточно ли искренен, да? Что он... То есть в любом случае подвергается сомнению его что? Правота, его справедливость. А вторая составляющая греха какая была? Жестокость. Жестокость. Какой ответ дает Ева? В третьем тексте. «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь, чтобы вам...» Чтобы умереть. Какой мотив? Почему она не кушала эти плоды? Потому что очень сильно любит Бога? Из-за боязни. Из-за боязни. То есть кем стал Бог понимания Ева? Любеобещенным Богом? Любящим или карающим? Карающим. Карающим. Она не кушает. Почему? Чтобы мне случайно не умереть. Не потому, что мой отец заповедал мне. И я настолько люблю Бога, что не хочу Его ослушаться. Но чтобы не умереть. А с чего все началось? Сомнение. Божий правоте. Засомневался, представил Бога уже каким образом? В неверном свете. По сути, Ева уже согрешила. А не служат ли люди, верующие часто, Богу из чувства страха? Есть. И такое есть. Боясь о наказании. Вот мы боимся согрешить. Они не грешат. Не потому, что они не хотят, а потому, что они боятся наказания. Вот это и есть природа греха. Это и есть природа греха. Конечно. Ты Бога представляешь в неверном свете. В неверном свете представляешь. А это уже есть грех. А то, что потом Ева сорвала этот плод и съела, это уже последствия греха. Это уже не сам грех, а последствия греха. Теперь возвращаемся к Римлянам. И Павел что пишет? В 3 главе 23. Все согрешили и лишены чего? Славы Божьей. Лишены славы Божьей. Как вы понимаете вот этот текст? То, что все согрешили, мы с вами не определили. Да почему все согрешили? Потому что даже новорожденный ребенок, он не имеет представления о ком? О Боге. А иметь превратное представление о Боге, это уже по определению, как вы с вами выяснили, это есть грех. И дальше Павел пишет, что лишены славы Божьей. О какой славе он говорит? О чем он имеет? Что он имеет в виду? Вообще, как бы, в миру просто можно понять это слово, как бы расшифровать. Слава – это признание других людей. Это признание, это восхищение. Но так как Господь не требует служения человеческих и какого бы то ни было признания, то я так для себя понимаю, что слава, здесь можно как бы его сравнить с таким, знаете, одобрением Божьим. То, что вот одобрено Богом. Я как вот для себя вот этот термин. Хорошо. То есть как мы будем комментировать? Потому что все согрешили и не одобрены Богом. Лишены одобрения Божьим. То есть мы все сейчас лишены Божьего одобрения. Если мы посмотрим историю еврейского народа, когда Господь дал Моисею задание построить скинию, то в святой святых пребывал ковчег завета, над которым покоилась слава Божья. И было удивительно, что никто туда не мог войти, потому что за этим следовало наказание, смерть. Я думаю, грех нас лишил возможности общаться с Богом. И мы лишены вот этой возможности, потому что, согрешая, мы вступаем в конфликт. И этот конфликт лишает нас этого общения с Богом. Спасибо. Вы помните библейского героя Моисея? И однажды он попросил Господа в книге Исход, 33 глава, в 8 тексте, показать ему что? Славу. Славу. И Господь в 34 главе показывает славу, выражая свою славу какими словами? В тихом я не веду. Нет. Давайте откроем 34 главу. Потому что его греховная плоть не позволила ему это увидеть. 34 глава книги Исход. Мы прочитаем с вами с 5 по 7 стихи. Прочитайте. И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, благотерпеливый и многомилостивый и устиленный. А о чем идет речь здесь? О каких качествах? О качествах Бога. О качествах Бога. То есть можем ли мы сказать речь идет о характере? Да. То есть фактически под словой можно понимать что? Божий характер. Божий характер. Божий качество. И вот смотрите текст что говорит? Что все согрешили а грех что это такое? Искаженное представление о Боге. И лишены именно чего? Лишены как раз понимания Бога. Более того я вам скажу вот этот глагол лишены он очень интересный. Встречается в нескольких местах Священного Писания и обычно выражает нужду вот определенный недостаток или нехватка чего-то истощение запасов истощение ресурсов встречается в тексте когда Господь превращает вино воду воду превращает вино написано и как у них недоставало чего вина то есть фактически люди представлены здесь как деградирующие чем дальше тем меньше понимание и познание фактически характера и существа и природы Бога. А мы можем сказать что когда Господь творил человека Он творил по образу и подобию и наделил человека теми качествами или чертами которые он наделен сам может грех который вошел человек он лишил нас этих качеств которым Господь изначально нас наградил Совершенно верно мы можем так сказать конечно но благодаря Евангелию фактически благодаря вере Господь восстанавливает Господь постепенно восстанавливает на свой образ и фактически здесь Павел об этом и говорит что поколения наши деградируют и чем дальше тем меньше понимания и познания о Боге и вот после этого замечательного текста Павел уже более конкретизирует а как проявляет себя фактически грех да и первая глава она касается в основном язычников вторая глава касается в основном иудеев когда мы рассматриваем первую главу вот интересная картина вот с чего начинается грех вот для язычников вот давайте прочитаем 21 текст первой главы обычно когда мы говорим о грехах мы вспоминаем сразу какие тексты с 27 текста да там сексуальные пороки из 29 смотрите неправда блуд лукавство коростолюбие то есть мы это рассматриваем как основные грехи а на самом деле смотрите корень падение с чего начинается падение 21 текст пожалуйста почитайте ровно но как они познав бога не прославили не прославили как бога не благодарили но осуетились в умствовании своих и омрачились несмысления их сердца с чего начинается падение то есть мы с вами очень часто говорим о чем о пороках мы уже отметили сексуальные там пороки зависти убийства но падение это не с этого началось падение начинается с того когда мы не отводим бога его место когда мы не осознаем кто есть бог и какое место он занимает нашей жизни как они познавшие бога не что прославили его и не возблагодарили его вот падение начинается с основы или корень греха грехопадения вот так можно сказать начинается с чего начинается с твоей неблагодарности по отношению к богу по отношению к тому то что он для тебя фактически что сделал а можем ли мы сказать что сатана был неблагодарный ну естественно можем сказать конечно почему у него возникла вот эта неправда вот он как раз и был неблагодарен потому что мы знаем что он занимал на небесах достаточно пристойное положение, но при этом он все-таки хотел даже выше Бога быть. Мы очень часто говорим, что он хотел быть как Бог, но Исаия пишет, что он хотел выше звезд Божьих вознести свой престол. То есть фактически грех, грехопадение начинается с чего? С чувства неблагодарности. Когда ты, как здесь пишет апостол Павел, не прославляешь его как Бога и не благодаришь его. Но это же наша заслуга. Все, что мы добили в жизни, это наша заслуга. Так за что благодарить? Наша заслуга, от чего мы добились. Ну так люди говорят, что все, что у нас есть, это наша заслуга. Ну да, ну такие люди, конечно, наверное, дали описание. Таких людей говорят, что их ожидает фактически гнев Божий. Об этом мы слегка поговорим. А вот с чего начинается падение верующих людей? Потому что вторая глава, она посвящена иудеям. С чего начинается падение верующих людей? Вторая глава, первый текст. И так неизвинительный ты всякий человек, судящий другого. И во тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого, делаешь тоже. Вот интересно. Так в первой главе апостол Павел осуждает язычников в тех грехах, в которых они участвуют. Не то, что апостол Павел осуждает, а апостол Павел описывает грехи, в которых участвуют язычники. И вот правоверные иудеи, глядя на их жизнь, их фактически осуждают. А падение верующего человека иудея с чего начинается? Именно с того, что он осуждает фактически другого. А почему? Потому что он считает себя праведным. Потому что он считает себя праведным. Осуждая другого, он считает себя праведным. И на самом деле, возможно, иудеи не участвовали бы в тех бездрастных грехах, в которых участвовали язычники. Но Павел дальше что пишет? Вы помните 2 глава, 21 текст. «Как же ты, муча другого, не учишь себя самого? Проповедование красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь». А скажите, разве иудеи крали, разве они прелюбодействовали, как язычники? «Может быть, они этого не делали, но в мыслях они это допускали, очевидно, и Христос сказал. То, что…» «А Павел читал их мысли?» «Ну, Святым Духом, возможно, и да. Возможно, Святой Дух касался и обличал, и показывал Павлова. То есть, фактически, идея в том, что, осуждая другого, ты делаешь то же самое, только в другой оболочке, в другой манере. Например, проповедование «красть, крадешь». В каком плане? Как иудеи мог бы красть? Вы помните, даже мудрый Соломон очень часто об этом писал. В сделках, взвешиваниях, в гирях, неверные весы. А это было обычным явлением, фактически, в торговле иудеев. Не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Речь может идти о разводах. Когда иудеи разводились, очень легко. И вы помните, по словам Христа, давали повод прелюбодействовать. Что интересно, когда привели женщину, взятую во грехе, то ее взяли в прелюбодействие. И когда Иисус начал писать о грехе, наверное, грехи были как раз связаны с этим грехом. И поэтому практически никого не осталось. Поэтому они обвиняли ее в том, в чем сами были виноваты. Правильно, правильно. То есть они обвиняли ее в том, в чем сами принимали, в принципе, определенное участие. Поэтому очень важный момент для верующих. Никогда не надо осуждать другого, если ты делаешь то же самое, только другими методами, другим путем. Поэтому, осуждая другого, ты создаешь для себя повод самому, фактически, что? Деградировать. И какое решение, фактически, из вот этой ситуации? Какое решение выхода, фактически, из этой ситуации? Решение мы находим в первой главе, в 16-м тексте. Давайте прочитаем. Ибо я не сцежусь благовествования Христова, потому что она и сила Божия ко спасению всяким верующим, во-первых, и людей, а потом и елем. И 17-й. В нем открывается правда Божия, от веры в веру. Как написано? Праведный верою жив будет. Вот фактически, решение всех наших проблем, это что? Это Евангелие благовествования Христова, да? Которую он описывает, как сила Божия ко спасению. То есть, Евангелие – это не просто история о жизни Христа, а это сила, благодаря которому Бог работает сердцами людей. И в процессе этой работы, фактически, это сила Божия ко спасению, и в нем открывается праведность Божия от веры в веру. О какой праведности идет речь? Праведность Божия, которую Господь наделяет нас. Спасибо. Вы очень правильно отметили. Речь идет о той праведности, которую Господь наделяет нас. Здесь речь больше не идет о том, что Бог праведен, а именно ту праведность, которую Он дарует нам. А как эта праведность воспринимается нами? Как дар Божий. Вот веры. Вера. То есть, вера. Евангелие – это спасение, через которое Господь наделяет нас своей праведностью, но для этого необходимо с нашей стороны что? Вера. Вера в принятии ее. Принять, принять. От веры к вере – это что означает? Что вера постоянно должна что делать? От веры – вера. Она должна увеличиваться. Но дьявол говорит, ты не можешь ее принять. Дьявол говорит, ты не можешь, ты виноват, ты грешен, ты не можешь ее принять. Дьявол говорит, но Священное Писание говорит, что верою мы принимаем фактически Божью праведность. И завершая фактически сегодняшнее размышление, мне бы хотелось сказать, вот смотрите, те, которые во второй главе написано, да, седьмой текст, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Господь дарует жизнь вечную. Обратите внимание на слово «постоянство». То есть жизнь вечная, она будет дарована не тогда, когда время от времени человек живет доброй, порядочной жизнью, а когда он живет постоянно. На этом мы завершаем сегодняшнее наше исследование о природе, о состоянии человека. И мы поняли, что Бог действует на сознание людей, Бог действует на сердца людей. И благодаря вере человека Господь наделяет нас своей праведностью, чтобы мы постепенно уподавливались его характеру. На этом мы завершаем наше сегодняшнее исследование и приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз для продолжения изучения послания к римлянам. Из этого урока я узнал для себя, что грех – это неповиновение Богу, грех, как дела наши, являются следствием какого-то решения, какого-то недоверия, неповиновения, жестокости по отношению к благодеянию нашего Бога, к нашему Господу. И я узнал для себя, что святость, я с этим согласен, святость – это характер Божий. Это характер Божий, который мы все люди в лице первых людей имели и который утратили, но не безнадежно. Христос, который Духом Святым действует в наших сердцах, Он может обновить, Он может изменить и исцелить нас. Из этого урока я извлек для себя следующее. Господь знает абсолютно точно, что происходит в моей жизни и в моем сердце. И Господь сегодня предлагает мне лично, чтобы я отдал свое сердце в ее любящие руки. И если я сам по себе пытаюсь изменить свою жизнь и сделать себя достойным имени Господа, у меня ничего не получится. И сегодня Господь призывает меня словами апостола Павла, чтобы я ежедневно умирал для греха. Это очень сложный процесс. Но этот процесс возможен, если я буду верить, что Господь во мне может совершить это. Я позволю ему это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!